Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Старстайба онлайн. Посмотрим, кого же нам добавили сегодня, что интересного будет на следующей неделе, и раскинем мыслями о том, что ждет нас в следующем месяце. Так что устраивайтесь поудобнее, или же седлайте своих коней, и поехали! Сегодня вышло, ну не сегодня, но на этой неделе вышло очень шикарное обновление, которое ждали многие, в частности, обожатели магических лошадей. Потому что сегодня разработчики добавили нам в игру новых магиков, это магические хаффлингеры. И, если честно, то определение по месячной сотке, по вот этому Артику, что это за лошадь, было очень трудно, было много мыслей. Но в итоге по мордашке все определились, что это хаффлингеры, и оказались, в принципе, правы. Но на самом деле я их вообще не воспринимаю как хаффлингеры. Сейчас вы поймете, почему. Лошадки, если что, продаются на ферме, между фермой Стива и Мурландом, как всегда, у маяка с Гарольдом, который приезжает. Теперь эти лошадки будут приезжать сюда, я так понимаю, одновременно с каменными Клейд из Дали и с их питомцами. Да, и не только лошадки к нам сегодня новые приехали, но и их питомцы. Давайте посмотрим вначале питомцев. Это у нас маленькие симпатичные лисята, которые стоят по 350 старкоин с каждой. Но вы просто посмотрите на них, какие они замечательные. Они светятся в темноте, я проверила. Если хотите, сейчас даже покажу, но чуть попозже. Вот эти все розовые текстурочки, глазки, руны на лошадях и на лисичках, все это сияет в темноте. Так что, если вы хотите ночью выделяться на юрлики, то советую вам прикупить либо лисичку одну, либо лошадок. Но я советую лошадок. А может быть лисичку, кому как нравится. Это очень классные лошади. Вначале меня смущали вот эти их крылья фей, назову их так. Но смотрю, что в принципе они, да, они смотрятся с ними. Но я бы все-таки хотела, чтобы это были просто мистические единороги. Без этих крылышек. Мне так больше нравятся. Они мне больше напоминают единорогов такого азиатского типажа. И все из-за вот этого вот изогнутого такого рога, который больше похож на оленей. Но все равно классно. Вот такие вот у нас магические хаффлингеры. Давайте же я сделаю ночное время суток. И мы посмотрим, как же это все выглядит. Выглядит это вот так прекрасно. Неоново, с переливом. Мне прям нравится. Особенно то, что в гриве их в росте у данного магика сияют вот эти грибочки, споры. Не знаю, как еще назвать. Как я говорила, у лисичек сияют руны и глазки. И вот этот вот лисенок мне прям запал в сердце. Но купить в этот раз, кстати, я, к сожалению, не смогу. Никого из них, ни лошадей, ни лисят. Хотя очень хочу. Прям до безумства. Второй конь тоже. Как видите, у него сияют руны на ногах. Светятся глазки, рог и крылышки. Никаких дополнительных сияющих элементов в гриве и хвосте не наблюдается. Возвращаем нам день, дабы рассмотреть их еще лучше. Очень красивый конь. Хорошо, что я снимаю сейчас утром. И можно спокойно посмотреть все вблизи без входа в режим покупки. Такие вот маленькие кучеряшки, завитушечки на груди, шее, нижней части головы, под челюстью. И у вот этого первого единорога, назовем его так, тоже самое. Ну а теперь давайте зайдем в режим покупки. Первый хаффлингер магического вида называется у нас Антея. Эти, если что, магики, они связаны с осенью. Я считаю, что вообще это такой шикарный был бы подарок на первое сентября. Если бы я играла в СС еще в школьные годы, я бы наверняка попросила маму, что мам, пожалуйста, кень. Да, я хочу на первое сентября. Да, раньше у меня лично первое сентября всегда заканчивался подарком от родителей на новый учебный год. Я бы сказала, мама, можно, пожалуйста, мне подарком этих лошадок на первое сентября. Я бы так безумно была рада. Так, что по характеристикам? Сила 1, засыплена 2, гибкость 2, скорость и выносливость по нуля. Уровень требуется 1, репутация никакая. Если вы зайдете в другие породы, то, к сожалению, пока что они отображаются отдельно. Не с магическими каминами Клейд из Дали. Стоят они по 900 СК. Анимация у них абсолютно точно такая же, как у Хафлингеров. Но я считаю нужным нажать и посмотреть, как все-таки это все смотрится. А смотрится, ребята, это очень красиво. Просто посмотрите на эту грацию вместе с этой гривой, со спорами, с этим рогом единорога. Я в восторге. Я их обязательно куплю, но, к сожалению, не в этот раз. Объясню почему. У меня сейчас есть 2000 старкоинцев, или, может быть, большинство игроков на моем месте побежали бы сразу покупать себе коней. Но, вы знаете, я запасливая. Я всегда держу при себе запасы СК. И вот этот запас, он подошел к концу после покупки... Я уже забыла, кто у нас последний выходил-то. Это либо магические Аполлузы, либо Пасафина. В общем, да, у меня СК стало меньше 1000, и я перепугалась. И вот, как видите, я пересекла черту своего запаса. Так что теперь не могу купить не то, что обычную лошадь, точнее, нет. Я даже не то, что магика не могу купить. Я не могу купить даже нововышедших шайров. Потому что, если я сейчас их всех куплю, у меня не останется СК. Немножко грустно, поэтому пока что на канале, может быть, будут покупки лошадей, но со второстепенных хаков. Вы посмотрите, какая красота. У Хофлингеров, кстати, нет особой анимации, насколько я помню. Они не ложатся, они не дыбят, они не танцуют. Просто у них обычные аллюры, обычные лошадки. Давайте посмотрим, как же она выглядит без магического вида. А выглядит она шикарно. Эта масть мне напомнила вначале исландцев, потом мустангов. Если честно, я вообще здесь не вижу Хофлингера. Для меня это мустанги. Вот сейчас вот выйдем из режима покупки. А, да, кстати, они починили эту функцию, что теперь, когда вы нажимаете в меню покупки «Снять магический облик», к сожалению, лошадь снаружи его не меняет. Это очень грустно и очень жалко. Это была классная такая функция. Так, вторая лошадка назовется Геймера. Характеристики, те же самые ограничения, только никаких тут тоже, в принципе, нет. И тоже она связана с осенью. Ну, по ней, кстати, видно, что она больше как-то связана с осенью. Вот. Так что можете зайти в ССО, почитать, кстати, описание всех этих лошадок. И там даже вот упоминается, что они... Обычно эти лошади похожи на ездовым качеством на Хофлингера, в которых напоминают и внешне. Ну, потому что это и есть Хофлингеры, а только магические. Здесь тоже полная у нас красота. Анимация вся та же самая. Давайте я сделаю голоб, потому что в ней смотрится очень красиво. И сделаем же обычную внешку. Это вот такая божественная масть, которая тоже мне напоминает исландцев и мустангов. А еще вот эти вот следы на шерсти лошади напоминают мини-шрамчики какие-то. И от этого действительно я вспоминаю мустангов, которые, допустим, жеребцы, борющиеся за звание вожака в табуне. И прям вот я их на самом деле очень сильно хочу. Вот этих двух Хофлингеров. И по большей части из-за городской масти. Она крута, она божественная. Я не знаю, мне прям очень нравится, но видите, у меня 2627 старкоинцев. Может быть, кто-нибудь скажет, у тебя так много СК. Ребята, у меня много СК, но мой уровень СК обычно колеблется намного выше. И пока что я не могу ничего не покупать, не тратиться. Единственное, я могу тратиться это только шерсти. Вот. Что же еще добавили нам в этом обновлении? Да, по-моему, больше и ничего. Лошадки до какого числа вы можете посмотреть на сайте. Но, по-моему, они у нас будут две недели или месяц. Надо посмотреть, если честно не помню. Сейчас не имею возможности просто взять и почитать новостную ленту Старстрейбл. Вот. А на следующей неделе к нам возвращается паренек со скачками породными. Так что готовьте своих лошадей. Пока не знаю, какая порода, какие, точнее, породы будут доступны к его скачкам. Но советую подготовиться и уже думать, кого, допустим, можно было бы покачать. Но на следующей неделе мы уже это узнаем точно. Также на этой неделе должно выйти оповещение о следующем месяце, что будет по событиям. Должен быть анонсирован выход новой лошади. Я это предсказываю. Так как в этом месяце нам добавили магических хаффлингеров, а в прошлом месяце вышли обычные, а точнее, обновленные породы. Это шайры. Следовательно, в сентябре у нас должна выйти какая-то отдельная новая порода. И ставьте лайки, пишите комментарии, кого же вы ожидаете. Какая порода, которая еще не существовала в игре, может быть добавлена. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Вот, к примеру, жду мустангов или пицанов обновленных. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok